друзья еще раз добрый вечер всем мы сегодня попробуем закончить наш курс обзором того что происходило после маймонита собственно говоря мы недаром остановились так подробно на маймоните мы конечно могли бы читать еще тексты более поздних авторов но в общем и целом для того чтобы представлять себе средневековую еврейскую философию конечно влияние маймонида она огромна и его тень лежит как бы на продолжение всей дальнейшего дальнейшего развития еврейской философии что у нас происходит происходит у нас немножко видоизменения той схемы если вы помните рисовал направление мысли в 10-12 веке в арабской культуре и соответственно в еврейской культуре где у нас были ортодоксия теология философия мистика так вот это распределение она меняется как раз в 13 веке и у нас появляется появляется можно выделить можно выделить три три условных направления одно из них это ортодоксия можно сказать не ортодоксия это не та ортодоксия похоже на исламскую или христианскую ортодоксию которая противится всему рациональному да и подвергает сомнению вообще возможность привнесения каких-то элементов греческой мыслей в теологические в теологические студии это ортодоксия нового типа ортодоксия а-ля саади гаун то есть это ортодоксия которая в принципе основывается уже на том рационалистическом крене который задал саади гаун но естественно отличающиеся это автодоксия она отличается от философии маймонида и того направления которое он задает вместе с тем в силу вот этой экспансии философской связанные с именем маймонида и мы говорили с вами о сожжении путеводительные конфликте в еврейских общинах связанных с еврейском мире даже не в общинах в еврейском мире средневековым связанным с путеводителем растерянных и первой книгой мишнатора и по мнению многих исследователей именно такого рода философская экспансия она влечет за собой появление кабалы то есть традиции до обращения к традиции которую мы тоже можем назвать в общем то на ортодоксии собственно называя себя кабала традиции вот эти новые явления в общем можно конечно датировать некоторые концом двенадцатого века в основном тринадцатого века у нас появляются разные кабалистические школы мистические школы которые ну грубо говоря разделяются на два направления это профитическая пророческая кабала абраама булафи и теургическая кабала характерным представителем который является рамбан на теургическая кабала отличается тем что воспринимает систему заповедей как своего рода теоргию то есть некую можно сказать магию да то есть определенный способ воздействия на высшие миры но мы это оставляем стороне эти разные школы да есть самые разные есть сэфира и юн да кружок сэфира и юн есть кастильская кабала есть веронская кабала так далее вот это ранние кабалистические школы они в общем то чем-то между собой отличаются и направленностью и интересом к определенного рода темам но это мы оставляем за скобками для нас важно то что она возникла профитическая кабала кстати авраама булафи она не настолько противостоит философии как кабала теургическая да которая по сути дело философии критикуют сам рамбан несмотря на то что он критикует философию он использует целый ряд философских терминов да и постепенно их привносит еврейскую традицию в том числе антифилософскую несмотря на то что вот он противник философии но концептуальный аппарат какой-то например четыре первоэлемента первоматерия небесной сферы ну и так далее да то есть стратификация душ растительное животное разумное и так далее то есть очень многие вот эти концепты материя и форма то есть многие эти концепты они встречаются в произведениях рамбана как совершенно легитимный несмотря на то что он часто критикуют рамбамом манида вот эти идеи или по крайней мере концепты да они проникают еврейскую традицию в том числе антифилософской направленности но а и ортодоксия например в лице того же самого тех противников маймонида да которые говорят о запрещении изучения противодителей так далее они явно выступают против философии и далеко не всегда с позиции какой-то кабалы да или какой-то традиции которая получила является альтернативой собственно говоря философии а в самой философии мы можем выделить в связи вот со всеми этими событиями три направления одно направление можно назвать его компромиссом то есть это попытка примирить традиционные представления и философии то есть попытка сказать что на самом деле никаких противоречий нет философия служанка теологии все нормально все проблемы являются проблемами не кажущимися их можно вполне преодолеть это один из представителей такого направления более яркие это емтов фалакера который вот является значит популяризатором так можно сказать популяризатором философии и благодаря его деятельности тоже так же как и в случае рамбана он использует философские понятия и я сейчас опишу его творчество кратко с вот этим направлением у нас на самом деле но не всегда однозначно а именно не всегда понятно является ли представитель этого направления политиком или он действительно верит в то что никаких противоречий нет то есть он является наивным представителем этого направления или же и наоборот изощренным и по сути дела продолжает линию рамбама и говорит о том что с народом нужно говорить простым языком поэтому народу мы скажем что никаких противоречий нет но постепенно будем пригласить философию возможно что это является замыслом того кто говорит об отсутствии противоречий а возможно он действительно не видит противоречия и решить как бы по отношению к тому или иному автору что он в действительности думает это не всегда так просто второе направление которое уже говорили но понятно это радикализация вот этой самой философской позиции если сам рамбан пишет несмотря на вот эти острые лы о которых мы говорили в прошлый раз в его путеводителе растерянных все же он многие вещи пишет как бы их немножко скрывая то есть эзотерическим языком неявно намекая эти намеки и так далее это то что называется эзотерическим письмом радикалы а именно тибониды тибониды это круг так называют круг сложившихся сложившихся вокруг семьи тибонидов не помню говорила или нет да то есть иуда ибн тибон это как бы можно сказать отец династии который переезжает из испании в прованс начинает переводческую деятельность переводя на иврит с арабского сэфера кузари садю верные мнения обязанности сердец бахи ибн пакуда то есть по сути дела занимается переводом этой философской еврейской традиции с арабского на его сын шмой либо на тибон переводит путеводитель растерянных сам пишет определенное произведение философское которое называется и кого она им да соберутся воды такой трактат собственно говоря вроде бы основной проблемой является проблема того что вода не целиком покрывает землю хотя с точки зрения вроде физики аристотеля она должна целиком покрывать землю как же появляется земля но это заявленная проблема на самом деле решается в первых главах и дальше он затрагивает множество темы этот его трактат его скорее можно считать трактатом по развитию герминевтики маймонида то есть он интерпретирует большое количество фрагментов писания которые условно можно назвать философским а его сын уже то есть внук иуды мошей бантибон переводит многих арабских авторов на иврит пишет сам комментарий к песне песни например наш мой либо на тибон кстати пишет комментарий как раз вот этим самым философским частям писания ну и вот эти радикалы к этому же кругу принадлежат еще целый ряд авторов там такой яков анатолий и лизархия беншалти эльхен которые тоже являются радикалами их называют общем общее название тибониды оно касается не только семи тибонов но и тех кто как бы к ним примкнул радикалы говорят о том что не нужно ничего скрывать хватит писать эзотерическим письмом пришло время явно сказать то что является явным философия распространилась среди народов мира и поэтому нечего скрывать нужно интерпретировать писание в соответствии с философией пользуясь методом олигаризма мемонида и как раз именно такого рода интерпретации собственно и привела во многом к тому скандалу который разразился в еврейском мире и наконец еще одно направление я условно называю развод его ярким представитель является ицхак альбалак который по сути дела декларирует наличие двух истин истинной философской и истинной религиозной скажем так и говорит о том что не нужно пытаться гармонизировать нужно пытаться решить какие-то религиозные вопросы проще философия философии не нужно смешивать среди это две разные области поэтому давайте заниматься ими по отдельности поэтому я называю это развод такого рода подход характерен для христианской школы которая так и называется да они назывались алистами и их подход как раз в этом заключался теория двойственной истины который провозглашает такой автор как сигарь барабанский в таком смысле предводитель этих самых алираистов в христианском мире такая позиция позиция двойственной истины является осуждаемой еретической осуждают на без каких соборов сигара барабанского в конце концов убивают а и цхак аль-балак как мы видим еврейской традиции является в общем умеренным автором потому что есть еще и радикалы которые идут гораздо дальше в том числе используя и авероису то есть ибн ружда который как я уже сказал которого переводят например машей ибн-тибон и который начинает влиять вместе с рамбом на еврейской области значит вот это такие три направления возникающие в тринадцатом веке и мы с вами чуть-чуть я расскажу об этих авторах я там ошибся написал там ентов фалакера на самом деле шемтов фалакера так вот произведение этого самого шемтова фалакера видите годы его рождения он довольно плодовитый автор он знал арабский язык хорошо и вот его произведения по сути дела все эти произведения являются в каком смысле популяризации философии решит хохма в исправлении моральных качеств и пользы философии философия в том числе формирует нравственность есть книга ищущего которая построена как такое путешествие что не да вот этого самого ищущего который идет к воину к ремесленку к врачу грамматику к поэту к моралисту к верующему к религиозному авторитету и наконец приходит к мудрецу который знаток и тора и науки и собственно говоря это его удовлетворяет то есть то что он получает от воина ремесленника врача и грамматика и поэта это не так его не совсем удовлетворяет он идет дальше и вот в конце концов вершина является в торе и в науке но здесь любопытно конечно что поэт у нас видите он в общем превосходит в каком смысле и воина и ремесленника и врача и грамматика поэт стоит достаточно высоко что свидетельствует о влиянии с одной стороны и еврейской поэзии расцвета еврейской поэзии и арабской поэзии средневековой которая для многих являлась довольно важной важной областью несмотря на то что в общем-то философы например рамбан относились к поэзии но так себе книга ступеней это тоже соответствие между философией и талмодом в области этики есть диалог верующего и философа полемическое послание есть он написал в том числе и комментарии к путеводителю растерянных и наконец большое произведение деота философии мнение философов это своего рода учебных философии то есть мы видим что дешенто фалакера является тем кто он является популяризатором философии я напомню тем кто не забыл еще до ушла у нас собственно благодаря благодаря ему выяснилось что автором произведения источник жизни является шлома и гугвероль потому что именно в переводе шинтала фалакеры до нас дошли дошло изложение до изложения этого труда и собственно говоря шло маму именно на основании этого изложения на юрите и определил что источником что источник жизни был написан и бургверолем значит это вот это направление направление которое я назвал компромиссом теперь по поводу уицхака альбалага он пишет книгу называется тикунгадеот исправление мнений и вот несколько пассажей из этой книги он говорит что 4 верования лежат в основании всех богооткровенных религий которые на них строятся здесь нужно сказать что в принципе на каком вот переломе с тринадцатого от тринадцатого четырнадцатого веку у нас в еврейской традиции появляется целая плеяда авторов которые занимаются ничем и нын как догматикой то есть разработкой основ религии с религия воспринимается как определенную наука отдельная от просто умозрения да вот метафизики предположим физики и так далее хотя как вы видели его рамбама собственно говоря она просто является частью рамбама теология это в том числе физиками это физика а вот в тринадцатом четырнадцатом веке более сдержанные что ли авторы менее радикальные выделяют религию как особую область в которой нужно выявлять основу и исследовать ее исходя из ее как бы собственных законов собственно говоря сам рамбам это задал тем что написал тринадцать основ веры но поэтому уже говорили почему он это сделал для него это является своего рода стартапом таким для совершенствования человека а для более сдержанных авторов это является отдельной областью и вот это как альбалак в том числе говорит и про это хотя не разрабатывать в отличие от многих подробно вот этих самых основ веры тем не менее здесь он как раз говорит на про четыре таких основ философия он говорит тоже признает и пытается их упрочить разница заключается в том что боговековенная религия учит людей эти эти верованиям используя метод приспособлены к разуму простого народа то есть рассказывая историю тогда как философия использует с той же целью метод доказательств доступны лишь для элиты ведь он разделил рамбам и это как вам говорит рамбам тоже говорит что тора пишет то есть написано на языке людей скоро написано языке людей она предназначена для простого народа этот простой народ может почерпнуть из рассказов торы какую-то информацию какую-то образную систему далекую от того что является истиной но самом деле это дает возможность в дальнейшем продвигаться и постепенно приобретать более достоверные что-то сведения и по сути дела тора представляется вот таким вот тора или там талмуд соответственно представляется просто слоеным текстом в котором есть разные уровни а исхак альбалак это разделяет он говорит что есть нечто для простого народа ему рассказывают истории которые укрепляют какие-то верования а философия те же самые верования доказывают и это похоже немножко на то что говорил саде да хотя сайте не было такого разделения саде вроде бы тоже говорила пути познания мы должны те мнением которые вроде бы мы получили по традиции да или истории мы должны на самом деле их еще и доказать то есть прийти к их необходимости с помощью доказательства хотя не все этого могут достигнуть ну а у альбалага еще как бы проще да то есть простого народа рассказы для философу для элиты доказательства и вот эти четыре верования эти четыре верования они частично похожи на постулаты калама это существование награды и наказания продолжение жизни души после смерти смертного существования души существование вознаграждающего и карающего господа который есть бог ведь он объединил существование бога и награды и наказания которые собственно говоря которыми бог может управлять подлунным миром и наконец существование проведения божественного проведения которое бдит над человеческими поступками чтобы каждый получил по своим заслугам цель торы дальше он говорит состоит в том чтобы сделать простых людей счастливыми отвратить их от зла и научить истины насколько они способны ее постичь то есть он заранее говорит есть люди которые не способны постичь истины поэтому это тоже часть нашего народа для маймонида что это часть народа которые потенциально способны прийти к совершенству интеллектуальному и нужно стремиться к тому чтобы собственно говоря все наше комьюнити было такими вот философами а аль-балага нет есть простые люди значит их нужно отвратить от зла и научить истины настолько насколько они способны философия же напротив не ориентируется на обучение и несчастье простонародья имеет свою цель лишь части людей совершенную которая зависит от достижения знания всего существующего какого она есть и от полного знания каждой вещи то такой какая она есть вы видите да вот оно отличие то есть в каком-то смысле проект такой претенциозный рамбома превратить еврейское сообщество комьюнити философов этого аль-балага отказывается и говорит о том что не нужно к этому стремиться да есть есть у нас люди которые способны к этому если люди которые не способны к этому но тем не менее тора она дана и тем и другим то есть вот этот самый элитизм в каком смысле аль-балаг снимает дальше еще один пассаж из аль-балага который характерен для его мысли он говорит ищущий истину не обязан устанавливать её лишь на основе того что он понял самих текстов писанием не прибегая к рациональным доказательствами что это знание вы знаете что философ всем не обязан читать писание не должен из писания извлекать истину а что он должен у него есть рациональные доказательства то есть это на отдельная область напротив истина сперва устанавливаются с помощью рациональных доказательств и уже потом Потом человек ищет подтверждение, подтверждающее авторитетное высказывание Писания. Вот так можно поступать. Именно этим методом я пользуюсь всякий раз, когда хочу найти в Писании и Талмуде подтверждение какому-нибудь умозрительному тезису. Умозрительный тезис рождается сам по себе. Не из Писания. Я его извлекаю. Я его понял. Потом я могу подтвердить это каким-то авторитетным высказыванием из Писания или Талмуда. Я изучаю библейский текст. Если нахожу, что он подкрепляет понятие, которое было установлено путем доказательств, то я интерпретирую его в духе этого понятия. С другой стороны, если данный текст не допускает применения от ни одного из четко установленных понятий, я вообще не пытаюсь его интерпретировать. А просто говорю, что не понимаю его, что намерение, ради которого он был написан, от меня ускользает. И что, очевидно, в нем речь идет не о философской тайне, а об одной из пророческих тайн, которая открывается только тем, кого Бог наделил духом высшего знания. То есть, вы видите, это элементы мысли Иуды о Леве, о Амре-Лае, божественный логос, пророческая душа и так далее. И Аль-Бала говорит о том, что есть какие-то вещи, которые, значит, может понимать только человек, причастный к этим самым пророческим тайнам, а в общем, не философским. Философские тайны – это отдельная история. Вот это тот самый развод, о котором я говорил, да, то есть разделение этих самых областей, которые почти не смешиваются. Если я могу подтвердить с помощью писания какой-то тезис, выведенный научным способом. Хорошо, не могу подтвердить, но не могу и не надо. Значит, дальше, уже в XIV веке у нас появляется еще один очень крупный автор еврейский, признанный не только еврейским сообществом, но и, так сказать, мирового уровня. То есть признанный в том числе христианскими авторами, христианскими теологами или философами. И надо сказать, что, в принципе, начиная с XIII века, это важно очень отметить, да, то есть еврейская философия, еврейская мысль в целом, да, она смещается из арабского мира в мир христианский. Арабский язык теперь сменяется ивритом, вот Ишемтов Фалакера, Ицхак Альбалак, хотя оба они знают арабский язык, они пишут свои произведения на иврите. И Ральбак, раби Леви Бен Гершум, уже не знает арабского языка, он пишет на иврите, и круг его общения – это христианские теологи, например, Оккам, с которым, судя по всему, он общался. Он, кроме всего прочего, ученый, он изобретает прибор, который называется астролябия, он астроном, он математик и так далее. И вот он пишет такое важное произведение, которое называется «Милхамот Ашем. Войны Господа». И в обведении к этому произведению он является таким последовательным аристотеликом и, в каком-то смысле, продолжателем Бамбама. Его, наверное, следует отнести как раз к этому радикальному крылу, в ходе того, что, так сказать, ортодоксальные авторы иногда его произведения называют «Милхамот Ашем». Войны с Господом, не войны Господа, а войны с Господом, потому что у него как бы философия в каком-то смысле стоит на первом месте. Несмотря на то, что философия у него стоит на первом месте, у него есть целый ряд как раз решений компромиссного толка. Ну, сейчас мы это увидим. То есть, сказал Леви Бенгершин, схвалив и исклагодарив Бога и попросив выпрямить для нас стези свои. Мы хотим в этой книге исследовать чрезвычайно важные и труднодостижимые вопросы, на которых основываются главные принципы ведущего человека к счастью, благу, познанию. Вот это сама по себе, сама по себе эта терминология, да, то есть, к чему человек идет? Человек идет к счастью, человек идет к совершенству, она является такой дискутируемой, да, более поздней философией, потому что, вообще-то говоря, счастье и благо – это термины Аристотеля, да, то есть, Аристотель говорит нам о том, что, по сути дела, да, в своей Никомашовой этике он говорит о том, что ведет человека к счастью и приходит к выводу, то, что созерцательная жизнь является наиболее адекватной, наиболее соответствующей вот этому самому счастью, счастье познания, которое, например, у Спинозы будет интеллектуальной любовью. А с другой стороны, сама еврейская традиция, она, в общем, говорит не столько о счастье, да, сколько о долге человека, да, и здесь есть определенного рода противоречий. Можно было бы говорить о совершенстве, которое является долгом, а не счастьем. То, что человек обретает счастье, потому что он должен реализовать свою форму, да, свою сущность. Ну, так или иначе, мы видим, что у Леви Бенгершума, он использует аристотельское понятие счастья. И, да, я не сказал, это его произведение частично, по-моему, переведено на русский язык, и издательство книжники издано. И, опять же, будь у нас возможность подлазать этот курс, мы, возможно, остановились бы более подробно на этом произведении. И дальше он перечисляет вопросы, которые, собственно говоря, являются... Составляют основу этого его произведения. Вопрос первый. Продолжает ли разумная душа, достигшая некоторого совершенства, существовать после смерти? Если да, то различны ли уровни человеческого бессмертия? Этот вопрос весьма важен и полон затрудней. Ошибочное его понимание бесконечно удалит человека от достижения истинного счастья. То есть это существование души после смерти. Это, да, проблема, о которой мы говорили. Она, собственно, занимала аристотеликой. Это соединение с этим самым активным интеллектом. Если человек достигает этого единения, предположим, после смерти, то он теряет, собственно говоря, свою индивидуальность. Если душа его становится той же самой душой, что у Платона, Сократа и так далее, как мы, если вы помните, мы читали, вы его дали, как некоторые представляли. Собственно говоря, индивидуальность человека исчезает. Нет никакой индивидуальности. То есть его душа прилипляется, так сказать, к этому самому активному интеллекту. Вот этот вопрос различные уровни человеческого бессмертия. Это, собственно говоря, вопрос именно про это. Ну и, естественно, вопрос, который с этим связан. А что значит достижение вот этого самого интеллектуального совершенства? Сколько нужно знать, чтобы быть интеллектуально совершенным? И не противоречит ли это развитию знаний? То есть если я говорю о том, что знания на самом деле, так сказать, увеличиваются, мы узнаем все больше и больше, то непонятно, каким образом наши предшественники, Платон и Аристотель, не знавшие все то, что мы знаем сегодня, могли оказаться причастными этому самому активному интеллекту. И можем ли мы их рассматривать как совершенные? То есть какой объем, скажем так, истинных знаний необходим для достижения вот этого самого бессмертия души? Это те вопросы, которые встают в связи с вот этой самой теорией, теорией соединения души с активным интеллектом, которая, в общем, идет от Аристотеля и его комментаторов и разрабатываются арабскими аристотеликами. Вопрос второй. Когда будущее сообщается человеку во сне посредством гадания или пророчеств, узнает ли он его в силу самой сущности этого знания или акцидентально, то есть случайно? То есть помимо активной причины. Если же активная причина существует, то какова она и каким образом она сообщает знания человеку? И выбрав любую из этих возможностей, мы столкнемся с огромными затруднениями. То есть Ральбак, помимо всего прочего, очень интересуется такими паранормальными явлениями, пророческими снами и так далее. Это связано, опять же, с теорией пророчества Рамбома. И судя по его свидетельствам, он сам, так сказать, видел пророческие сны и так далее. С этим связан и его подход к божественному провидению. То есть провидение божественное осуществляется через вот это самое знание, которое человеку передается как бы в квази-пророческие. То есть сон является... Рецептамуда говорит, что это на 60-е пророчество. Сам Маймонит говорит, что это есть такой уровень пророчества, как пророческий сон. Но видите, он упоминает и гадания, да, и еще что-то в этом роде. То есть в таком смысле для него предвидение будущего является вполне возможным и реальным. И вот он разрабатывает как бы эту тему. Третий вопрос. Знает ли Господь Богословенову существующие вещи? Если знает, то как именно? Это тоже вопрос, очень распространенный в средневековой филозофии, более ранее в том числе. А именно, знает ли Господь индивидуумов? Или же его знание распространяется на виды? В чем разница? Если индивид, если знание Бога связано с индивидом, индивид является приходящим существом. Вот он есть, вот его нет. И, собственно говоря, тогда получается, что знание Бога тоже изменчиво, то есть меняется вместе с индивидом. А вот виды, они являются неизменными, опять же, с точки зрения представления Аристотеля. Они всегда существуют, всегда будут существовать лошади, про вымерших динозавров, что еще никто не знал, но всегда существуют те виды, которые есть. Вот они знали, но и существуют. И тогда божественное знание как бы не меняется. Вот эта проблема божественного знания, это есть то, что заботит в данном случае герсониды. Вопрос четвертый. Простирает ли Господь Богословенову свое проведение на существующие вещи, в особенности на человеческий род и его представители, и каким образом этот вопрос поднимает Рамбом в третьей части путеводителя. Мы об этом говорили, интерпретируя книгу Йова. И книга Йова для него является притчей философской. Также воспринимает книгу Йова и, собственно говоря, Ральбак. Дает свою оценку, немножко изменяя подход Рамбома и так далее. Но как бы в целом он тоже воспринимает как философскую притчу. Ну и вопрос божественного проведения является для него тоже немаловажным. И это один из центральных вопросов с ненавиаковой философией в целом. Пятый вопрос. Как двигатель небесных тел приводит эти тела в движение? Какое число этих двигателей? Насколько вообще мы можем знать? И каким образом благодаря им осуществляется это движение? Это самая крупная, большая часть этого произведения. Это, собственно говоря, вот этот его интерес к астрономии. Он составлял таблицы астрономические по заказу как раз христианских магнатов, так сказать. То есть здесь наступает как бы как ученый, как астроном. Ну и, наконец, шестой вопрос. Вечен мир или сотворен? Тоже вопрос креационизма. Мы помним, что Рамбан говорил о том, что если бы Аристотель доказал, что мир предвечен, то можно было бы интерпретировать Тору таким образом. Здесь Ральбак спорит с Маймонидом и говорит, что не нужно как бы такого рода положение выдвигать. Почему? Потому что я могу доказать, что мир сотворен. Несмотря на то, что он является Аристотеликом, он пытается доказать сотворенность мира, доказывает это с его точки зрения, да, и, по сути дела, решает вот этот вопрос соединения в этом вопросе, соединения философии и традиции. И у него получается, что философия и традиции не противоречат, потому что скоро мир сотворен. Все его произведение, оно построено, стиль этого произведения, да, он в отличие от Рамбана, опять же, снимает все эзотерические занавески, да, всякое имя сказание. Он говорит, что нужно говорить ясно, четко и так далее. У него уже есть представление о том, ну, про Рамбана мы не знаем, да, насколько это представление, хотя такое впечатление, что и у Рамбана оно было, что наша система знаний может меняться, что мы, собственно говоря, еще не все открыли, да, то есть мы можем прийти к каким-то новым выводам. Вот этот, в частности, шестой вопрос он решает как раз как развитие, собственно говоря, философской мысли или научной мысли, которая в итоге доказывает сотворенность мира. И, возможно, в дальнейшем мы получим еще какие-то новые знания. И вот наличие этих новых знаний для него является вполне осознанной перспективой. Да, и его стиль, как я прервал сам себя, его стиль очень похож на схоластические трактаты христианских авторов, где рассуждения не ведутся совершенно не так, как, например, у Майманины, да, вот это все помеки, путаница глав, одна глава связана с другой, какие-то потайные высказывания, которые должен заметить только очень внимательный ученик Ураби, Леви Бенгершима. Это все должно быть ясно, четко и понятно. И, в частности, он является одним из представителей еврейских авторитетов и ученых, которые чрезвычайно заинтересованы в развитии логики. Это еще один момент, да, то есть помимо того, что в 14 веке, я уже сказал, да, еврейская мысль переходит на еврит, она становится частью христианской, в каком смысле, схоластики, то есть, по крайней мере, да, вот этот контекст, да, развития еврейской мысли, он становится контекстом не арабским, а контекстом христианским. Впрочем, сам христианский контекст, он тоже меняется под влиянием переводов тех самых философов-аристотелек, как я уже говорил, да, и он сам меняет свой облик и появляется, собственно говоря, то, что называется вот этой самой христианской схоластикой, но, кроме всего прочего, в 14 веке происходит своеобразный бум логики еврейской мысли, и Леви Бангершем один из представителей этого, он тоже есть учебник логики, эти учебники логики, но мы помним, что и у Аймонида первая книга была трактата о логическом искусстве, да, то есть логика для аристотелеков это базовая вещь, она включает в себя и грамматику, как вы помните, да, и без нее, собственно говоря, невозможно двигаться, и вот эти учебники логики появляются в большом количестве в 14 веке, и Леви Бангершем один из авторов, который в каком-то смысле продвигает как бы вот эту тему, ну, и еще одно отличие от эпохи Рамбома, это влияние Ибн-Ружды, да, это я уже тоже сказал, Маша Ибн-Тибон переводит его сочинение, сам Леви Бангершем пишет комментарий к комментарию Ибн-Ружда, так, что Ибн-Ружд становится важным автором для еврейского мира, нельзя сказать, что Ибн-Ружд радикально отличается от Маймонида, их направленность более-менее одна и та же, но есть целый ряд тем, которые у Ибн-Ружда разрабатываются несколько иначе, чем у Маймонида, ну, и поскольку Маймонид, в принципе, его трактат это трактат-загадка, а у Ибн-Ружда нет никаких загадок, то многие авторы еврейских 14 века используют именно Ибн-Ружда как вот направленность до арестателизма, которая была задана Рамбамом и которую они считают частью еврейской традиции. Ну, соответственно, вот этим шести вопросам им соответствует структура этой самой книги, вы видите, что, собственно, первая книга «Продолжение существования души после смерти», вторая «Передача знаний о будущих событиях», третья «О знании Бога вещей», четвертая «О проведении», пятая «Астрономическое», шестая «О сотворении мира», и она также включает в себя сочинение о знамениях и чудесах и способах проверки пророка, то есть сотворение мира и проведение у него связано между собой определенным образом, «Знание вещей», «Передача знаний о будущих событиях» тоже. То есть, по сути дела, в него можно сказать, что все эти темы Рольбак определенным образом связывает между собой. Ну вот небольшой пассаж из введения к этому его произведению. Давайте прочитаем. «Читателю не следует думать, что лишь Тора заставляет нас доказывать приведенные в этой книге истинные, тогда как сами по себе они истинными не являются». Это очень созвучно тому, что мы только что прочитали у Альбалага. То есть, не Тора заставляет нас говорить об истинах, что они истинные, а истины сами по себе. Ведь Рамбам, да будет благословенная его память, показала, что мы должны верить только доказанному с помощью интеллекта. Для Альбага это очевидно. Если оказывается, что буквальный смысл Торы входит с этим в видимое противоречие, слова Торы следуют истолвать это прямо то, что говорил Рамбам как раз о сотворенности мира. То есть, если мир было бы доказано, что мир предвечен, то надо так и Тору интерпретировать. Таким образом, ясно, что если философское исследование этих вопросов приведет нас к видимому противоречию с буквальным смыслом Торы, она не станет для нас препятствием в утверждении истины, ибо в действительности разум не противоречит Торе, и Тора является законом, заставляющим не является законом, заставляющим нас принимать ложь на веру. Напротив, как вы показали в начале нашего комментария Ктори, он действительно написал комментарий Ктори, очень известный и обширный, она направляет нас к постижению истины, поскольку это вообще возможно. Поэтому мы взяли за обыкновение и следуя эти вопросы, прежде всего полностью рассматривать их с точки зрения философии, видите, почти как Альбалаг, то есть рассмотрение вопросов, оно научное, оно не исходит из Торы. А вслед за тем показывает, что философские выводы, сделанные нами в отношении каждого из них, совпадают с мнением нашей Торы. Прекрасно, до сих пор это очень похоже на Альбалага. Дальше он говорит следующее, поразительно, что к обнаружению истины некоторых из этих вопросов нас направили связанные с ним слова самой Торы, связанные с ними. Слова самой Торы. И хотя именно так и должно было произойти, ведь как мы показали в нашем комментарии к Торе, целью привести тех, кто следует наивысшему счастью, то есть Тора тогда получается не совсем, как говорил Альбалаг, для простого народа и так далее. Нет, Тора как раз и ведет к счастью. То есть это в точности, как Майманет говорил, постепенно, с этими слоями и так далее. Но то, что говорит Ральбак здесь, что некоторые слова Торы как бы привели нас к прояснению каких-то вопросов чисто философских. И таким образом, поскольку мы имеем здесь дело с чрезвычайно глубокими труднопостижимыми для человека вопросов, Тора должна направлять нас к обнаружению истин. Это, видите, сначала он начинает как Альбалаг, а заканчивает как Рамбан. А именно говоря о том, что Тора на самом деле является побудкой или в каком-то смысле указанием, собственно, слово Тора так переводится, указанием на исследование каких-то вопросов и даже как он признался, говоря, поразительно, что к обнаружению истины некоторых из этих вопросов нас направили связанные с ними слова самой Торы. То есть Тора являлся для него в том числе вдохновляющим текстом, который помог к раскрытию каких-то научных истин. Хотя научные истины мы доказывали только научным путем с помощью интеллекта, а не с помощью Тора. И тем не менее. Вот эта добавка, собственно говоря, делает Рамбага более в большей степени радикалом, чем Альбалаг, который разделяет Тору. Говорит, есть Тора для народа, есть Тора для элиты. Для Ральбага это не так. Он придерживается точки зрения Рамбама, что Тору для всего комьюнити еврейского народа, которая, в принципе, движется к тому, чтобы стать комьюнити-философом. Еще один автор XIV века, очень важный, и, может быть, едва ли не самый важный после Рамбама, это Раби Хазда и Крэскас. Видите, он умер в 1412 году. Ему принадлежит не так много произведений, есть его переведенный на иврит трактат, написанный на испанском языке, да, «Опровержение принципа христианства» Бетулика Раяна Црим. И дальше у него был проект, состоящий из двух книг, «Ора Шем и Нер Митсва», «Свет Господа» и «Светильник заповеди», это связано со стихом определенным, и вот этими двумя книгами он, по сути дела, попытался пересмотреть подход Рамбама, Альбага и так далее, всех аристотелев. Он является послителем, который оспаривает аристотелизм, оспаривает Аристотеля, Амбама, Альбага, и несмотря на это оспаривание, он является, его сложно отнести просто к ортодоксам, которые как бы отвергают радикальную философию в каком смысле догматически отвергают, что нам этого не нужно и так далее, Хоздай Крескос в отличие от них пытается бороться с аристотелизмом философскими методами, и в этом смысле он так же, как и Иуда Оливий является философом, антиаристотеликом, не все антиаристотелики философы, а вот Раби Хоздай Крескос таки да. Значит, вторую книгу он так и не написал, она должна была в каком-то смысле быть полемически заостренным текстом, противопоставляемым Мишне Тора, Рамбом, то есть своду законов недаром называется Нер Митсва, а первое это является чем-то вроде противопоставления путеводителю Растель. И вот структура этого произведения здесь мы видим, что первая часть посвящена философии и ее недостаткам, и он критикует физику и метафизику Аристотеля, критикуя основоположение эзотелизма, то есть он говорит например о таких вещах, что понятие времени должно быть иным, у Аристотеля понятие времени связано с движением, а Креско связывает понятие времени с интуицией души, очень радикальная идея, которая будет в новое время будет развиваться разными авторами, там Бергсона, или есть у него идея о том, что в отличие представления Аристотеля о том, что невозможно актуальная бесконечность, он говорит, что да, возможно актуальная бесконечность, возможно здесь сказывается влияние полы, понятие энсов, что собственно говоря и означает эту самую бесконечность, наличие или отсутствие вакуума, условно вакуума, не вакуума, свободных как бы пространств, в Аристотеле нет никаких свободных пространств, то есть у него универсум рассматривается как плотная вещь, да, каждая сущая имеет свои границы, и эти границы, между ними как бы нет никаких пространств, то есть если мы видим пространство, то оно заполнено чем-то, обязательно чем-то заполнено, чем оно может быть заполнено, если это может быть воздух, это может быть огонь, это может быть вода, то есть эти первоэлементы в той или иной своей смеси, они заполняют вот это все пространство Аристотеля, а у Хазда и Крескос это не обязательно так, И вот эти положения, которые, как, например, показывает Шлома Пинес, начинают появляться как раз у христианских авторов, у философов христианских, которые постепенно разрушают вот эту аристотельскую картину мира. То есть она разрушится чуть позднее, Лея, Джордана Бруна и так далее окончательно ее разрушат, в том числе и гелиоцентризм аристотельской картины мира. Но первые пробоины в этой картине мира стали появляться, как показывают некоторые авторы, уже в XIV веке в христианской матур-философии. То есть не христианская, а христианские авторы-матур-философы приходили к некоторым выводам о спаривающем положение Аристотеля. И Хаздай Крескос, возможно, находится под их влиянием, возможно, нет, возможно, сам приходит к таким выводам. Но вот эта самая первая часть, она является чисто философским трактатом, можно так сказать, который направлен на критику философии Аристотеля. А, соответственно, если скоро это критика философии Аристотеля, то это одновременная критика Рамбома и Ральбада и отрицания всей той системы, которую они построили. Если говорить совсем в общем, что, собственно говоря, делает Хаздай Крескос, очень-очень общо, если сказать, охарактеризовать его мысль, он пытается что сделать? Он пытается физику и метафизику отделить от религии. Собственно говоря, мы видели, что так это пытается сделать и, например, Альбалак, который производит развод. Но Альбалак, производя этот самый развод, совершенно не пытается разрушить эту самую физику и метафизику, они для него являются нормальной наукой, все хорошо. А Хаздай Крескос показывает, что там есть масса недостатков и, возможно, что картина мира научная не является адекватной. И именно поэтому нельзя связывать с ней то, что является откровением. А с чем же нужно связывать то, что является откровением? То есть у Рамбама эта связь с интеллектом, с разумом, интеллектуальное совершенство – это, собственно говоря, цель человека. Мы видим, что все авторы, которые мы перечислили, неважно, является ли он представителем компромиссного направления, азвода или радикального философа. Понятно, что для них, для всех, вот этот путь разума и интеллектуальное совершенство является, собственно говоря, целью Тора в том числе и так далее. Для Хаздай Крескоса это не так. Для Хаздай Крескоса разум не является тем, что связывает человека с небесным миром. А что же связывает человека с небесным миром? Любовь – это тоже, возможно, влияние христианских авторов. То есть это любовь, двекут. То есть это не рациональное познание, а определенного рода… Он не отрицает, в общем, рациональное познание как такового. Она, в том числе, видите, вторая часть его, она является частью догматической. То есть первая часть – это часть философская, вторая часть – часть догматическая. То есть в отличие от Маймонида, он выдвигает шесть основ веры. Это вот то самое направление, о котором я говорил в еврейской мысли, а именно изучение догматики, изучение того, к чему можно свести, собственно говоря, основоположение веры. И в этих основоположениях мы опять видим многие вещи, которые причислялись и Грамбомом, и в Каламе встречались. Это божественное знание, божественное провидение, всемущество, пророчество, свобода выбора, предназначение человека. То есть телеологичность именно, что и мир, и человек имеют определенного рода цель. Но среди этих шести основ нет, например, существования Бога. Почему? Потому что Крескос говорит, что существование Бога – это не основа веры. Существование Бога как раз можно доказать. Если оно доказано, то оно является частью знания. То есть знание нам в чем-то как бы помогает. Но связь с божественным миром, она осуществляется не с помощью разума, она осуществляется с помощью, условно скажем, эмоций, то есть эмоциональности. В частности, у Хаздая Крескоса есть представление о полном детерминизме мироустройства. То есть мир абсолютно детерминирован, причинно-следственные связи заранее предопределены. И в этом смысле вот эта тема, тема свободы выбора, она для него является особенно сложной. Коль скоро все предопределено. И причинно-следственными связями определяются все поступки человека в том числе. Когда получается, что нет свободы выбора, то есть все предопределено. То есть если предопределено, что человек будет злодеем, значит он злодей. Причинно-следственные связи ведут к тому, что он осуществляет злодеяние. Он с этим ничего поделать не может. И у Хаздая Крескоса есть любопытное решение этой проблемы. Он говорит опять же об эмоциональной соотнесенности с тем, что человек делает. Свобода выбора человека состоит не в том, что он может выбрать тот или иной поступок, а в том, что он с этим поступком либо солидаризируется, либо нет. То есть в этом только осуществляется вот эта самая свобода выбора человека. Ну и надо сказать, что Хаздая Крескос с его, во-первых, вот этой философской частью, в основном с философской частью, но и с некоторыми положениями, которые встречаются во второй части, именно вот этот самый детерминизм, повлиял на Спинозу. Нам известно, что Спиноза читал Хаздая Крескоса. Это его как бы свет господен. Это часть библиотеки Спиноза. И поэтому важность вот этого автора, она в истории философии является неоспоримой. Ну, вы видите, что третья и четвертая часть посвящены заповедям в основном, верования, не являющиеся основами веры. Есть особые заповеди. Мы не будем сейчас входить во все эти детали. Ну и мы бы не могли в них особо подробно погрузиться, потому что как раз свет Господень не переведен на русский язык. И поэтому у нас в любом случае, нам пришлось будет, будь у нас даже время, поговорить об этом, так сказать, отделаться общими словами, не соприкасаясь с текстом самого Хаздая Крескоса. Надо сказать, что несмотря на вот это радикальное отрицание аристотелизма, Рамма, Моральбага, еврейская философия в дальнейшем оставалась не так уж много до конца средневековой еврейской философии. Но на самом деле Крескос оказался в каком смысле исключением. Нет традиции антиаристотелизма еврейской мысли. Нет учеников, которые пошли вслед за Хаздаем Крескосом и стали развивать его мысль. Один из его учеников – это Юсеф Альбо, который на самом деле в своих произведениях является скорее рамбомистом, он скорее следует рамбому, чем вот этим идеям критики аристотелизма своего учителя Хаздая Крескоса. Но в том, что касается разработки основ веры, а именно вот этой самой линии догматической, линии разработки догматики, точнее, догматической линии неправильно будет сказать, разработки догматики веры, Юсеф Альбо как раз является продолжателем своего учителя, и его книга, которая называется «Цефер Айкарим», книга основ, посвящена как раз выявлению вот этих самых основ веры. Он также, как и его учитель, пришлось, правда, мы видели, Хаздая Крескоса есть, полемик из христианства. Юсеф Альбо тоже является одним из участников Таратовского, знаменитого Таратовского диспута, который для евреев оказался не крайне драматичным, не очень успешным, потому что не будем сейчас вдаваться к детали этого Таратовского диспута. Он как раз был в 1444 году, Юсеф Альбо умер в этом году. Так вот, эта книга основ, она выдержана в духе Рамбома, несмотря на то, что она посвящена вроде бы вот этим самым основам веры, но весь аппарат, что ли, концептуально, которым пользуется Альбо, это аппарат, скорее, Рамбом. И в этом смысле он является скорее последователем Рамбома, чем своего учителя Халда и Крескоса. Вот небольшой пассаж из его произведения. Оно переведено некоторым образом на русский язык, так сказать, сокращениями, и скорее это изложение, нежели перевод. Потому что книга довольно большая, ее издали как-то от конспектов. Но, тем не менее, в обведении он говорит о том, что проблема изучения основ религии, опять, видите, основы религии, то есть это как бы отдельная область, и тут мы изучаем основы религии. И понимание ее принципов, с одной стороны, очень проста, но, с другой стороны, очень трудно. Простота ее состоит в том, что все люди на свете, о которых мы знаем, религиозны. И невозможно представить себе человека, исповедующего какую-то религию, но ничего не знающего о ней, не знакомого с ее основами, хотя бы поверхностно. Ведь невозможно представить себе врача, незнакомого с основами медицины, или строителя, который он знал бы в полном объеме основ строительного дела. Отсюда ясно следует, что каждый религиозный человек должен быть знаком с принципами своей религии, по возможности полной, или хотя бы в той мере, которая ему доступна. И не случайно он говорит здесь о медицине, о строительстве, потому что, еще раз подчеркну, для многих авторов, религия – это просто отдельная область. И в этой области тоже нужно навести порядок. Трудность же проблемы пристекает от того, что очень мало мудрецов уделяли достаточное внимание вопросу о принципах, на которых базируется религия. Даже относительно числа этих принципов нет единого мнения. В особенности это касается торы нашего Моисея Учителя. Хотя все соглашены, что эта религия является божественным законом. Относительно вопроса, на скольких принципах она основывается, есть разные точки зрения. Значительно отличающиеся одна от другой. Один ставит ее на 13 основ, это Альрамбом, другой на 26 основах, не знаю, кого он имеет в виду, третий только на 6, это Халдай Крыска. Но никто из них не дает себе труда разъяснить, что такое божественная религия вообще, и чем она отличается от других религий. И следует ли, чтобы была только одна божественная религия, или возможно, чтобы их было много. А если последнее верно, что много божественных религий, то должна ли каждая из них опираться на свои отдельные принципы в качестве божественных религий или нет. И не может быть никакого сомнения в том, что у божественной религии обязаны быть какие-то общие принципы, определяющие ее именно как божественные, такие, что исключение только одного из них лишит ее этого качества. Кроме того, у нее должны быть также какие-то принципы более частного порядка, исключение даже одного из которых разрушит все здание данной религии. Хотя качество ее как божественной религии нанесен, урон при этом не будет. Он говорит о божественном законе. И попытка свести божественный закон, минимизировать как бы аксиоматическую систему, мы бы сегодня сказали. То есть выделить те основоположения, из которых можно вывести все остальное. Мы видели, выше я ваше внимание на это не обратил. Он говорит о трех основах веры. Это существование Бога, в отличие от своего учителя, который говорил, что это не основа. Божественное происхождение Торы и наличие награды и наказания человека за его поступки. То есть есть Бог, есть Тора, который связывает Бога с людьми, и есть награда и наказания человека за его поступки. Это три основы, на которых строит свою догматику Юсеф Альба. Но мы видим, что здесь он говорит о божественной религии. Вопрос, что же такое божественная религия и чем она отличается, как он говорит, от других религий. Может ли быть несколько божественных религий. Понятно, что он намекает на ислам и христианство. И вот небольшой пассаж о видах закона. Он говорит, что есть три вида закона. Естественный закон, конвенциональный и божественный. Естественный закон – это один для всех людей во все времена и повсюду. Естественный закон – это то, что принято всеми людьми. Например, не убей, не укради. То есть это части естественного закона. Есть конвенциональный закон. Он создается мудрецами в зависимости от времени, места и от натуры тех, кто должен руководствоваться им. Таковы законы и установления, принятые в языческих странах древности и в нынешних государствах, которые исповедуют веру единого Творца. И все они являются повреждением человеческого разума без влияния свыше. Что же касается божественного закона, то Всевышний сообщает его людям через пророка. Вспомним про Иудову Олеве, опять же. То есть есть божественный закон, который на самом деле сообщается этим самым божественным логосом. И он отличается и от естественного закона, и от конвенционального. То есть закона, который получается по договору. То, что называется договорной закон. Эль-конвенциональный. Такими пророками законодательства были Адам, Ноах. Такому закону обучал людей Авраам, приобщая их к союзу со Всевышним посредством обрезания и воспитывая в служении Богу. Такой закон сообщил Всевышний через верного посланника своего. Закон, который называется по имени того, кто принес его людям, Торат Моше. То есть учение Моше. То есть Тора, как он будет доказывать в этом своем произведении, является божественным законом, а не естественным и конвенциональным. И, по сути дела, придет к выводу о том, что такого рода закон может быть только один. В том числе полемизируя с христианством, в меньшей степени с исламом. И вот этому посвящена его книга. Еще раз подчеркну, что аргументация и концептуальный аппарат, которым он пользуется, они являются маймонистскими, так можно назвать. То есть он не использует все те идеи, которые, собственно говоря, его учитель Хастай Крескос изложил в книге о Рашин, Света Господа. Ну и, наконец, последний из еврейских хриотов. Естественно, что я упоминаю только такие наиболее крупные, что ли, имена. Можно говорить об очень большом количестве самых разных авторов и XIII века, и XIV, и XV века. И те, у вас, те, у кого есть книжка «Колец и Рад» средневековая еврейская философия, вы встретите там огромное количество имен самых разных авторов, живших в самых разных регионах и чем-то отличающихся друг от друга. Но еще раз подчеркну, по большому счету у нас происходит то, что идеи Рамбома, они либо развиваются радикальным образом, все в меньшей степени, на самом деле, то есть самыми радикальными как раз были тибаниды, в дальнейшем эта радикальность смягчается. Это авторы, которые не пытаются совместить философию и религию, занимаются ими отдельно. Иногда, говоря об этом, иногда нет. Йосеф и Бонгаспи, например, такого рода автор, который пишет к разным книгам писания комментарии, комментарии для народа и комментарии для элиты. То есть разные разделяют эти самые аудитории. И есть авторы, которые пытаются идти в сторону компромисса. И на самом деле, вот этот, можно сказать, что компромиссное направление, оно является в каком смысле доминирующим. К этому можно добавить, как я уже сказал, влияние логики, влияние переводов арабских авторов на иврит, в том числе Ибн Ружда, наиболее, наверное, важным. Сюда же можно добавить вот эту тенденцию к изучению основ веры, то есть основ религии, как как бы отдельный отдельная тема. Это тоже, в общем, ведет в большей степени к компромиссной позиции, потому что я тогда говорю, я занимаюсь разработкой религии, закона, а не занимаюсь философией и теми проблемами, которые эта философия рождает. Ну и, наконец, влияние кабалы. Я здесь не перечислил авторов. Я сказал, что Хаздай Крескас возможно испытал влияние кабалы, но оно не является там очевидным, он не использует, у него есть понятие адвикут, есть понятие инсов, но насколько он пользуется кабалистическими текстами, это не ясно. Он точно не пользуется, ну, например, системой сферот и так далее, он как бы и не упоминает. Но есть авторы, которые сочетают и читают в своих произведениях и кабалистическую терминологию, и философскую терминологию, и таких тоже достаточно много. Среди них можно выделить такого автора сборника Драшот Акидат Ицхак, Ицхак Арама, который вот это свое произведение, оно стало очень-очень популярным, его многократно переиздавалось, в смысле переиздавалось уже, когда возникла печать, но помимо этого у нас есть, мы судим по популярности произведения, по количеству собственно говоря рукописных экземпляров, которые у нас имеются. И вот рукописей этого Акидата Ицхак их достаточно много. Это его произведение построено как сборник Драшот, он берет какой-то талмагический фрагмент, который относится к той или иной недельному, к тому иному недельному разделу или к той или иной параши и прогланетизирует этот талмагический фрагмент, ставит целый ряд вопросов и затем эти вопросы решает. Вот решая эти вопросы, он пользуется и каббалистической терминологией, и философской терминологией. У него как бы это оказывается достаточно перемешанным. Ну и я уже сказал, еще раз повторю, что авторы, которых не могли бы отнести к полностью традиционалистам таким, без отнести каббалы к тому, что я назвал ортодоксией, условно, или не ортодоксией, они под влиянием в том числе Рамбана Мошаби Нахмана тоже начинают использовать философскую терминологию и, например, такой автор, как Нисим из Герон, Геронди, да, его называют, Героны, Ран Ювакронин, да, он является вроде бы совершенно традиционным автором, но в его произведении Драшота Ран тоже такие толкования проповеди, он использует вовсю философскую терминологию, которая как бы становится вполне традиционной, но это еще раз говорит о том, что я подчеркиваю много раз, о таком рационалистическом крене еврейской культуры, которая со времен Саади, а еще больше со времен Маймонида, характерна для еврейской культуры. Ну и наконец я перехожу к автору, которого считают последним средневековым еврейским философом, перерывшим изгнание из Испании Ицхак Абраванель или Абраванель наверное более правильно, у него есть даже приставка Дон Ицхак Абраванель, то есть это достаточно известный политический деятель, который был при Испанском дворе и при Португальском дворе, играл очень важную роль и большую часть своих произведений, ведь их очень много, он написал уже после изгнания из Испании и само это изгнание для него было весьма драматичным с потерей сына, которого крестили и так далее, то есть целая история, но это вы легко найдете в Википедии или в описании собственно говоря жизни того самого Ицхака Абраванеля. вы видите, что его работы можно разделить на три, что ли, части. Это комментаторские работы, в том числе комментарий к путеводителям растерянных, что стало собственно говоря одним из жанров таких. Писать комментарии к путеводителям растерянных это как бы такой маст для крупного мыслителя средневекового еврейского обязательно писать комментарии к путеводителю. Его комментарий к писанию тоже очень известный, обширный, представляющий из себя такую энциклопедию. По сути, разных комментариев он перечисляет очень многих авторов. И видно, что он является таким ходячей, можно сказать, энциклопедией. Он знает очень многих авторов, правда самых крупных авторов, которые, собственно говоря, обычно включают в так называемый микроудолут. Есть целый ряд его работ, которые связаны с понятием геула, избавления, и мессианских времен. Видите, аж три произведения, которые он написал. Все эти три произведения были написаны после издания из Испании. И, наверное, связаны с некоторыми мессианскими ожиданиями того, что вот эта катастрофа, она на самом деле является предвестием мессианских времен. В отличие от Маймонида, которым он во многом следует, то есть тоже можно сказать, что его философские работы, точнее, у него нет своей оригинальной философии, его философские труды, они пронизаны мотивами, так сказать, философии Рамбома. Но в некоторых случаях он с Рамбомом категорически не согласен, спорят в том числе о том, что касается проблемы чудес. Ну и вот эти его работы об избавлении и приходе мессии, они являются тоже полемически заостренными против Рамбома, для которого мессианское время – это, как мы помним, совершенно естественная ситуация, когда просто политическое решение еврейского вопроса становится на свое место, у нас есть свое государство, никто нас не трогает, мы занимаемся тем, чем нужно, именно философией и так далее. И нет никаких чудес. У него чудеса для него есть, приход к мессии – это не естественный процесс, а в каком смысле чудесный, и вот он этого ожидает. Ну и, наконец, ряд работ, где затрагиваются жилософские теологические вопросы. Видите, да, одно из них – это «Теретский ним. Проблема пророчества и проведения», и в особенности влияние, да, проведение в отношении народа Израиля, и он здесь находится не под влиянием Рамбома, а под влиянием, скорее, в Деолеве. Есть два произведения, которые связаны с сотворением мира, то есть это все та же тема креационизма, которая заботила Иеральбага, и вот его тоже. Есть произведения о основах религии Рошамана, «Начало веры». Видите, это тоже жанр, поскольку он становится таким очень популярным и важным, и Сахакабарбанели его не выпускают. И есть чисто философское исследование о форме первоэлементов Цурата и Судот. Если говорить о каких-то оригинальных идеях, о Бардонелле, которые он не заимствует у тех или иных авторов, как я уже сказал, он очень начитан и много использует самых разных авторов в своих произведениях, наверное, к оригинальным идеям можно отнести его представление о саквальной истории, которая скорее связана с какими-то ренессансными уже идеями. Он говорит о том, что изгнание человека из Эдемского сада это, собственно говоря, опять же, по многому следуем Эммониду, но подчеркивая несколько иной характер вот этого прегрешения и изгнания, говорит о том, что человек погнался за чем-то, что ему на самом деле было не нужно. Все, что нужно человеку было дано в этом самом Эдемском саду, он мог бы спокойно заниматься чем-то совершенствованием разума, ну, собственно, философией, постижением. Это и Роман говорит. Так вот, погоня за тем, что человеку не слишком нужно, она привела к изгнанию из Эдемского сада. И, по сути дела, это изгнание как бы продолжается в том, что человечество наращивает те или иные инструменты, которые позволяют человеку получать то, что ему на самом деле не нужно. Уважение, да, какие-то излишества, машины, да, то есть мы бы сегодня сказали, да, полет в космос, там, вещь, освоение моря, ну, прочее, прочее, прочее. Это все не нужно. На самом деле мир предоставлен человеку в таком виде, в котором у него, по идее, у него все есть. Ну, как в райском саду, да. Ему не нужно было бы заботиться обо всем этом. И чем больше человек производит этих орудий, чем больше цивилизация развивается, тем дальше человек, на самом деле, от своего естественного состояния, к которому нужно вернуться. Вот это естественное состояние, это и есть этот самый ренессансный мотив, который будет звучать, ну, предположим, Руссо, там, и так далее, да. Это возвращение к естественной жизни. Уиска Квайабенеля это тоже присутствует. И вот с его точки зрения преодоление, значит, этого греха первого человека, оно должно состоять как раз в том, что человечеству необходимо отказываться от этих самых цивилизационных прибамбасов, от этих орудий, которые его все дальше и дальше уводят от естественной жизни и возвращаться к естественной жизни. Это в каком смысле оригинальная идея Барбанеля и если она и заимствована, то скорее вот скорее является предтечей того, что будет звучать у авторов чуть более поздних, а возможно здесь есть и влияние каких-то авторов итальянского ренессанса, более ранних, которые вот этот мотив тоже у них появляется. ну вот собственно и все на этом обзоре мы наш курс заканчиваем. спасибо тем, кто выдержал наше длинное путешествие, читал с нами какие-то тексты, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их сейчас как раз задать. мы мы оставим это не вопрос, вопрос технический, мы оставим возможность задавания вопросов с окончанием курса группа в телеграме не прекращает свое существование? может нет, но я не знаю, откуда могут возникнуть вопросы, но мы оставим. хорошо, я как бы больше не буду сильно рекламировать эту группу для обсуждения, потому что обсуждения более-менее подожгли к концу, но для тех, кто участники этой группы в телеграме, если у вас возникнут вопросы при повторном прослушивании еще как-то, я думаю, во всяком ночи можно написать вопрос, я думаю, да, да, Окей, а так я буду в общем повешу полные записи наших прошедших занятий на сайте remod.org он же remod.ru и желающие могут, значит, посмотреть все прошедшие акции, Окей? Да, вот вопрос у меня такой, вот эти все авторы, они делали, писали комментарии на путеводителя растерянных, да, получается каждый большое количество авторов писали, да. Каждый писал свое видение, кто что понял. Нельзя сказать, что они видели что-то очень разное, да, то есть эти комментарии, нельзя сказать, что они радикально отличаются один от другого, но это прояснение как бы того, что сам Маймонит оставил непроясненным своем произведении, например, в вопросе о проведении он пишет туманно, да, что божественное проведение касается не всех людей, касается людей, которые достигли определенного уровня интеллектуального развития. Возникает вопрос, а как, собственно говоря, оно их касается, что теперь, если человек имеет это интеллектуальное развитие, то он что, не умрет, или не попадет в автокатастрофу, или еще что-то такое. Вот этот вопрос, например, да, то есть есть разные авторы, которые дают разные объяснения, там, предположим, в духе Ральбага можно сказать, что этот человек имеет как раз возможность предвидеть будущее, паранормальные способности у него появляются, да, и у него есть правородческий сон, и он на Титаник, грубо говоря, не сядет. А есть авторы, которые объясняют это иначе, говорят о том, что человек, который достиг интеллектуального совершенства, его самостилетно, или его сущность, она уже связана не с этим миром, а с миром активного интеллекта, и поэтому, даже если с ним что-то такое происходит, то это происходит уже не с ним. Ну, вот я привел пример, да, вот различие, одна комментаторская традиция и другая, вот такого рода вопросы в путеводителе растерянных часто возникают, когда сам Маймонет оставляет их неясными, и дальше разные авторы подчеркивают как бы свои решения. Пару слов я бы хотел сказать, прежде всего, поблагодарить за очень хороший курс, очень интересно, вот, и я, честно говоря, сомневался, что там что-то будет такое, вот, как бы, актуальное на сегодняшний день, но мне кажется, что есть действительно очень много интересных вещей, и в связи с этим у меня, как бы, такой вот вопрос, есть ли вообще какая-нибудь, ну, факультет еврейской истории в Израиле, например? Да, конечно, конечно, в Израиле есть, есть во всех университетах, есть кафедры, которые называются Махшевит Астраэль, и там, собственно говоря, изучают, как раз, есть масса курсов, либо курсов, которые связаны с каким-то конкретным автором, либо обзорный курс еврейской философии, но, к сожалению, нет, в том числе и на иврите, нет такого нормального учебника по средневековой еврейской философии, то есть, например, Калет Сират, это скорее энциклопедия, нежели учебник, да, то есть она просто описывает отдельного автора, не пытаясь каким-то образом проанализировать направление мысли, да, или что-то такое, то есть это такие зарисовки, да, которые дают некоторые представления о тех или иных авторах, поэтому учебника нет, но курсов очень много, да, то есть это во всех университетах Израиля есть. Почему-то, вот как, я не знаю, как это принимается вообще и традиция, и академия, вот, как-то очень редко удается услышать вот те имена, которые вы вот говорили, ну, то есть иногда, конечно, упоминаются, но очень так, это систематично и бегло, вот, и кроме того, вот, вы бы сами не взялись за такой учебник, у вас нет интереса такого? Ну, интереса, не знаю, насчет интереса здесь необходимо как бы время, силы, деньги, грубо говоря, да, и так далее, поэтому это отдельная история насчет учебника, но то, что касается, как бы, если иметь в виду традиционный иудаизм, то многие из этих авторов, они на полках стоят, то есть Абарбанель обязательно стоит его в любом, в Айтмедраше стоит его комментарий, Акидат Ицхак тоже стоит Бальбак не везде, но тоже присутствует его комментарий специально точно о Милхамот Ашем воина Господа не везде, но это связано здесь более-менее понятно, то есть традиционный иудаизм, он в каком-то смысле просеивает, это своеобразное сито такое, то есть, во-первых, это не критичное отношение к самой к разнообразию, скажем так, еврейской мысли, а именно попытка взглянуть на нее как на некую единую традицию, да, то есть все у нас вместе, иуда Олеви, и Рамбам, и Ральбак, и так далее, если что, да, то есть это наша единая еврейская традиция, она совсем не единая, а очень разная. а с другой стороны, это просеивание в том смысле, что некоторые идеи, которые как бы удобно ложатся, основные представления, они фундируются, а те, которые не ложатся, они замалчиваются. Ну, это понятно, да, любая традиция таким образом живет, как бы себя защищает, и так далее, да, но есть и шивы, в которых, я уже говорил, по-моему, про это, куда нельзя заносить путеводителей растерянных, хотя, например, Мишна Тора является таким базовым произведением практически везде, несмотря на первую книгу Сефира Мада, да, которую в свое время сожгли, а вот путеводители растерянных иногда не вносят в этот метраж, так же, как и вот этот самый «Войны Господа» Ральбага тоже нет. Ну, а, например, такие авторы, как «Азда и Крескос», они действительно, он и, как мы видим, не создал определенную традицию еврейской мысли, да, вот это яркий автор, он очень сложный для чтения, чисто технически, поэтому, собственно, и русского перевода, наверное, нет, потому что, в общем, это довольно сложный философский текст у него, и он изучается, конечно, специалистами, но есть, как раз про Крескоса, есть целый ряд очень хороших статей, и есть книга Зеева Гарви, которая посвящена просто вот философии Крескоса, она есть и на английском, и на иврите, сравнительно недавно вышедшая, которая посвящена этому философию, то есть для академической науки все эти имена, которые я перечислил, они, без слов, очень важны, изучаются, и про них много пишут, и так далее. Может, это просто такое изучение чисто как бы историческое, историко-философское, но, например, я, например, историко-философское, конечно. Да, но есть очень какие-то вещи, которые бы интересно было бы, то есть, мне кажется, довольно актуальны, например, учение Крескоса, изучение религии, научное изучение религии, я этого, например, не очень-то вижу, в общем-то, в реальности, да, нашей, то есть, или до меня не доходит просто, в крайней мере, то есть, ни в каких кругах, то есть, я пока этого не встречал, да, то есть, чтобы такие вопросы задавались, и вообще, мне кажется, может быть, Макшевец-Исраэль это очень какое-то такое общее название, вот если было бы именно факультет еврейской философии, то это бы и звучало по-другому, и другие бы задачи ставило, тогда бы и учебник возможного был, то есть, это нечто другое, то есть, не просто Макшевец-Исраэль, а... Ну, это сложно сказать, дело же в том, что у нас само понятие еврейской философии, оно проблемное, собственно, поэтому и назвали все эти кафедры Макшевец-Исраэль, чем богаты, тем и рады, то, что есть, это национальная философия. Нет, это может быть, что чем богаты, тем и рады, но на самом деле есть проблема определения самой области, что такое еврейская философия, почему она вообще еврейская. Это не препятствия, это не это... Пусть ищут определения, но она есть, как мысль, да, поэтому решили, решили назвать это Макшевец-Исраэль, и поэтому на этих кафедрах изучаются, в том числе, ну, например, произведения каббалистов, которые не являются философами. Урия, можно... Можете сказать еще раз про... про перерождение душ. То, что вот, по-моему, Ралбака, да, вот он говорил, сколько нужно уровней каждой души перерождаться, Вот как это... Ралбак не говорит про перерождение душ, как раз, собственно, метампсихоз, это проблемная тема, большая часть рациональных философов ее отрицает, то есть философская традиция ее отрицает, каббалистическая традиция ее как раз поддерживает. То есть у Рамбана есть, это называется, геугульный шамон, перерождение душ, метампсихоз. У Ралбака этого нет, Ралбак говорил о другом, Ралбак говорил о том, есть ли, грубо говоря, разные уровни бессмертия души, не перерождение души. Да, да, да. Вот вы когда... Разные уровни бессмертия. Ну, вот разные, вот просто вот можете как-то поподробнее пояснить вот этот момент? Ускорки этих уровней. Как тоже поподробнее это объяснить? Ну, вот просто вроде как... Я объяснил уже, могу еще раз это повторить. То есть вопрос касается того, на каком уровне знаний человек обретает это самое бессмертие. если это бессмертие связано с интеллектуальным совершенством. Что нужно знать для того, чтобы интеллектуального совершенства достичь и тем самым достичь бессмертия? Какие разделы нужно знать? Спрашивает Ралбак. Всю физику и метафизику или достаточной части? А можно ли знать все? Например, у Рамбана есть скепсис, что человек может постичь все и что-то, что человек не может постичь? Ну и так далее. Вот это обсуждение, которое Ралбак ведет в этом плане. Вроде же, когда создавался мир, значит, это... Жень, вы сейчас хотите поверить Ралбаку, что все, что он говорит, это так, и выяснить доподлинно, как же на самом деле дело происходит? Ну, он бы хотел... Тут ничем помочь не могу. Просто вроде как... Поэтому здесь это, да, история философии. Один считал так, другой считал так. Является ли это истинным? Ну, большие сомнения. Вот еще такой вопрос, извините, я переверну. Спасибо. Аристотликов, никто не выделял, как бы не сопоставлял как бы отдельно его этику, эстетику, как-то включать ее или не включать вот в эти разговоры об интеллекте в формах, так сказать, постижения. Вот. Конечно, конечно, обсуждали. Собственно говоря, вся эта концепция, вот, концепция соединения с активным интеллектом, она основана на Аристотеле и комментарии такого Александра Афродисийского к этому трактату о душе, и так, собственно говоря, аристотелики приходят к этому понятию. Это как раз все эти темы, я же говорю, есть огромное количество литературы и статей, сравнивающих Христотеля с аристотеликами и происследующих, каким образом происходит гений за садеей, трансформация идеи Аристотеля, философ-аристотеликов, затем у христианских эскаластиков, у Фома Аквинского, например, да, очень много, по этому поводу есть очень много литературы. То есть, если вы хотите, я могу прислать просто в нашу группу какой-то список литератур. Ну, собственно говоря, он есть, хотя он не очень новый, да, есть в книге «Колет Сират». Она как раз приводит, по каждому автору она приводит достаточно большое количество, большой список литературы. Вот еще такой момент. А пришлите список, пожалуйста. Пришлите, не будь лишним. И как бы не выделяют пророчества Маше от других пророчеств, даже пророчества Маше все они имеют, собственно, не личностный характер, как у философии. Собственно, философия, она создается какими-то личностями конкретно и имеет совершенно другое продолжение, чем религия, чем догматический подход. И получается, что как бы это более обращение к национальности или к группе или какие-то зависит от того, кого мы имеем в виду. Уранбана, например, Маше это просто философ. И пророчество связано с философией и с интеллектуальным совершенством. У Иуде Оливии нет. Ну, там у него просто другой такой подход, не такой сугубо философский, может быть, Иуде Оливии. В том-то и дело, у него антифилософский подход. Он говорит как раз о некой душе пророческой. Ну, когда сравнивают... У Рамбана, да, и Моисей является для Рамбана моделью, как мы как раз про это читали. Моисей это идеал пророка и, собственно говоря, модель. Тут пророчество и философия, там, большей части это натурфилософия, даже если они там включают и этику, и все такое вот. в то время как Тора это она и обращается, и у него нет автора какого-то такого, как человеческого, то есть считается божественной, то есть это не важно, как она передана через пророка, то есть пророк это получается нечто совершенно иное. Нет, у Рамбана не нечто иное, ничего иного нет. У Рамбана, да, у Рамбана, я понимаю, у Рамбана как раз, да, я говорю вот о том, о чем вы сегодня говорили, то есть тут уже гораздо сложнее картина у Крескофа, и у учеников, вот, но и они тоже как бы не выделяют это пророчество и все, что оно обращено к народу, а не к личности или решать какие-то проблемы философские познания, значит, человеческие такие, да, а решать какие-то проблемы национальные в каком-то смысле. То есть у них этого нет. Ну, нет, это зависит от автора, да, то есть это возможно и поднимаются такие проблемы, то есть, например, у Иудалеви это очевидным образом, национальная история, а у некоторых это в меньшей степени национальная история, некоторые тяготеют к универсализму, а некоторые тяготеют к артиктуризму, то есть, что это чисто еврейская история, то есть это зависит от автора. Ну, мне просто кажется, это очень актуально, жалко, что это как-то не слышно. Я же говорю, что вполне в академическом мире все эти авторы очень даже исследуются. Но они исследуются, естественно, в академическом мире, они исследуются в рамках того, что называется история философии. Если говорить о приложении этих идей, то мы можем увидеть это у современных каких-то авторов, да, не знаю, Франц Розенцвейк пользуются, например, какими-то идеями Уда и Леви или, не знаю, совсем современными, там, Ишаял Лейбович тоже пользуется какими-то идеями Рамбома. В современной мысли, естественно, каким-то образом эти идеи, трансформируясь, играют какую-то свою роль. Да, но где-то на Лейбович, по-моему, это заканчивается такое направление, нет? Или кто-то продолжает? Нет, ну что заканчивается, ну просто у нас не на слуху какие-то авторы, не знаю, вот недавно он Шалом Розенберг очень много писал таких, как бы, общих статей, там, есть какие-то книжки, оригинальные, да, сравнили, что недавно умер. И он такой признанный автор в кругах, скажем так, религиозных сионистов. Ну спасибо, да, список бы не помешал, но тебе очень интересно, конечно, это все. Хорошо, хорошо, список пришлю в чатку. Да, спасибо. Всем счастливо. Счастливо. Жалко, что заканчивается. Будем встречаться на Талмуде. Здоровья ректору. Да, выздоравливайте. Управляйте голос. Спасибо. Окей. Спасибо. Хорошо, ребят, всем счастливо. Пока. Смотрите за нашими курсами. До свидания. Есть желание открыть новый курс в этот день. Предполагается, что это будет книжка по Уралу Мониту, Юда Ашкинази и так дальше. Ну, то есть, грубо говоря, не то, чтобы святое место в пустыне будет. Ура, что у нас в инвентаре, да. А то, в смысле, что, в общем, мы стараемся прибавлять хороших дел и не оставлять места незанятыми. Все. Всем счастливо. Счастливо. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.